Как отменить судебный приказ, если срок 10 дней уже пропущен? В этом видео дам подробную инструкцию со всеми деталями о том, как составить возражение относительно исполнения судебного приказа, взыскания долга по кредитам, займам, услугам ЖКХ, налогам и так далее. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Буду рад подписке на телеграм-канал. Переходим к теме видео. Итак, как же отменить судебный приказ мирового судьи, если вы его не получали? Выданный судебный приказ должник легко может отменить. Для этого нужно лишь уложиться в срок 10 дней с момента получения путем направления возражения. Суд при его принятии обязательно отменит приказ. Однако на практике нередко оказывается так. Должник не получает письмо из суда и гораздо позже узнает, что в отношении него вынесен судебный приказ. Например, когда фактически с него уже начинают списывать деньги приставы. 10 дней давно прошли. Что же делать? Напомню, что судебный приказ является одновременно и исполнительным документом. Важный нюанс. Для отмены судебного приказа по закону достаточно простой формулировки. Никаких дополнительных обоснований, почему нужно отменять приказ, не требуется. Возражение можно написать и от руки, синей ручкой. Конечно, если вы успели уложиться в срок 10 дней. Однако по сравнению с обычным ходом вещей, наша ситуация другая. Срок для подачи возражений был пропущен. Возможный отказ будет связан с тем, что вы не объяснили причины для отмены приказа, а с тем, что не привели причины пропуска этого срока. Поэтому к стандартной форме добавляем существенную деталь. Нужно указать причины пропуска срока. Итак, главное препятствие к немедленной отмене судебного приказа заключается в том, что срок для безусловной отмены пропущен. Это нужно объяснить. А уважительность причин пропуска обосновать доказательствами. То есть приложить копии документов, которые подтверждают ваши слова. Например, можно написать так. Судебный приказ я не получал, поскольку находился на лечении в больнице. Что подтверждается выпиской из медицинской карты. О судебном приказе узнал из базы исполнительных производств службы судебных приставов. Такого числа. Важно. Документ для отмены нужно подать в течение 10 дней с момента, когда вы узнали о вынесенном приказе. Например, узнали 15 числа, возражения подаете 25 числа. Что еще может быть уважительной причиной для пропуска срока отмены судебного приказа? И как это подтвердить? Например, вы находились в отъезде в длительной командировке по работе. Приложите командировочное удостоверение. Вы проживали не по месту регистрации. Приложите договор аренды квартиры в соответствующий период. Вы были зарегистрированы и проживали по адресу, который неизвестен вашему кредитору. Например, после заключения кредитного договора вы сменили место жительства. Приложите копию вашего паспорта с отметкой о снятии с регистрации и постановки на регистрацию по новому адресу. Обращаю внимание, что ключевое значение будет иметь отметка в судебном деле о том, получали ли вы письмо с судебным приказом. Если письмо вам направляли, но оно вернулось, хорошо. Это подтверждает вашу позицию. Если же отметка о получении есть, доказать, что фактически вы письма не видели, практически нереально. Переходим к следующему шагу. Сформулируйте ваши требования. Возражение просите. Первое. Просим восстановить пропущенный срок для отмены судебного приказа. Номер такой-то от такого-то числа. Второе. Просим отменить судебный приказ. Номер такой-то, от такой-то даты, от взыскания такой-то суммы в таком-то размере. Получается, к вашей цели ведет как бы лесенка из двух ступеней. Сначала судья восстанавливает срок, а потом отменяет приказ. Второе. Без первого невозможно. И вы четко и конкретно обозначаете суду, чего хотите. Переходим к следующему шагу. Направьте документ и узнайте результат. Составленный документ нужно направить в суд с заказным письмом. Заказное письмо дороже простого, но в квитанции будет номер. Он еще называется почтовым треком, по которому вы сможете отследить доставку на сайте Почты России. При необходимости с его помощью можно будет восстановить и подтвердить информацию о том, когда было направлено ваше письмо. После получения возражений относительно исполнения судебного приказа судья принимает решение о том, следует ли удовлетворить ваши требования, то есть восстановить ли срок и отменить приказ. Это решение оформляется отдельным судебным актом. Оно называется определением и направляется по Почте России. Независимо от того, отменяет ли судья приказ или не отменяет, он выносит это самое определение. По опыту нельзя гарантировать на 100% отмену судебного приказа, даже если возражения оформлены правильно. Восстановить срок и отменить приказ – это право судьи, но не его обязанность. Легче отменяют приказы, если срок просрочки незначителен, максимум около месяца. Обычно, чем больше времени с даты вынесения прошло, тем труднее судьи соглашаются отменить судебные приказы. Кроме того, конечно, имеет значение, есть ли в соответствующем деле отметка о получении. А спорить такую отметку, даже когда вы уверены, что не получали приказ, практически невозможно. В заключении еще пару слов. Если все прошло, удачнее определение об отмене у вас на руках. Во-первых, если взыскание по судебному приказу уже началось, нужно направить определение об отмене тому, кто взыскание осуществляет. Если это приставы, значит, надо уведомить пристава. Если взыскатель обратился напрямую в банк и деньги списывают непосредственно с вашего счета, надо предоставить документ об отмене в банк. Во-вторых, имейте в виду, что взыскание с вас долго на этом может не закончиться. Отмена судебного приказа не мешает взыскателю обратиться в суд с исковым заявлением. Но это уже процедура более сложная. Друзья, если было полезно, жмите ваши лайки, пересылайте это видео своим знакомым и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия. Субтитры создавал DimaTorzok